На днях главу Росбанка Владимира Голубкова задержали в собственном кабинете. Следователи предполагают, что Голубков вымогал взятку за пролонгацию кредита. На время следствия суд решил оставить финансиста под домашним арестом. Суд приходит к поводу возможности избрания Голубкова в мере посещения, связанной с частичной изоляцией от общества, то есть в виде домашнего ареста. Специально для портала Банки.ру свою точку зрения об этом резонансном деле высказал друг Банкира. Актер, известный всем по фильму «Приключения электроника» Юрий Турсуев. Я знаю Лалы и их друзей, и коллег, и вот 40 лет, и он уже вместе. Ну и хотелось бы сказать, конечно, Владимиру Голубкову, что таких людей вообще очень мало, потому что это очень высокоинтеллектуальный, высокообразованный человек. И на сегодняшний день он, наверное, все-таки является одним из самых профессиональных топ-менеджеров в банковском деле. Конечно, я знаю многих работников Росбанка, позвонили, сказали, что вот такая случилась ситуация. А потом, в общем-то, когда я включил телевизор, я думаю, как многие действительно зрители поняли, что вот нам показывают это вот шоу. То, что это шоу и то, что это подстава, никаких сомнений нет. Больше того хочу сказать, никакой, видимо, политической подоплеки в этой ситуации нет. Это, что называется, частные такие разборки. Я считаю, что это исключительно частный закат. Буквально 2-3 месяца назад была попытка физического устранения Владимира Юрьевича. У него в кабинете были обнаружены панели, насыщенные разными стиролами и формальдегидами, которые реально давали какие-то испарения, я не знаю. Но, в общем-то, они реально отразились на здоровье Владимира Юрьевича. Уверен, что на сегодняшний день, что называется, правда восторжествует. Сегодня вы тоже были все-таки на процессе. И я считаю, что сторона защиты, не скажу, что в пух и прах, но по всем пунктам ходатайства, которые были предъявлены стороной обвинения, был дан четкий и конкретный ответ. И действительно оснований для взятия Владимира Юрьевича под стражу, в общем-то, суд действительно не нашел. Александра Краснова, Юрий Кулаков, Евгений Копусов, Банкеру. Субтитры создавал DimaTorzok